Инцидент произошел 6 августа возле сельского магазина. На улице уже было темно. Очевидцы рассказывают, драка происходила на этом месте. Отсюда доносились характерные звуки до ближайших домов. Жительница села Тамара Божия живет в 50 метрах от магазина. В тот вечер слышала звуки ударов и крики. Мы сидели тут на лавочке вечером и слышали, как происходило, что было там, где-то там, где-то боли. По словам селян, очевидцев драки было много, но свидетельствовать открыто люди боятся. Избитого местного жителя Александра Шутия на этом месте в тот вечер видел односельчанин Владимир. Я его поднял вот так, а он опять не разговаривает. А я в крови бил? Весь. Тут всі гудят, молодежи тут хваливаются. Утром в часу 6 я тут подійшла, тут валялись его тапочки. Намочено, водой было. Две колюшки крови. Скорую помощь и полицию в тот вечер никто так и не вызвал. Вскоре пострадавшего увезли. Дома он оказался лишь на третьи сутки. Он до себя в машину погрузил его. Это человек, который был? Да. И мы же надеялись, что он отвез в больницу. Когда он не в больнице, он был у него где-то на хозяйстве. Но на другой день он приезжал до матери и сказал, что ваш сын у меня на хозяйстве, потому что он вчера перепил, и он у меня воду варил на хозяйстве. А в понедельник он его привез домой. Он очень ужасно выглядел, голова очень убита была. Вы бачили его? Ровно через месяц после избиения Александр умер. У 48-летнего мужчины остались две взрослых дочери. В последнее время в селе он жил со старенькой мамой. А Саша меня не слухал. Кажет, ты очень много хочешь знать. Болело вот тут у него в боку. Ничего не хочет есть, только пьет чай и компот. Уже говорит, я не могу я ковтнуть. Несмотря на уговоры, в полицию и больницу Александр не обращался. А во время драки он был в нетрезвом состоянии. Он был не тверезый, но он не был такой пьяный, чтобы он не помнил. Ему объяснил это и Вова, что он упал в яму у него там на хозяйстве. Он очень верил в это, что он упал, или не помнил, что с ним случилось. Может, боялся, может, не помнил. Но уже перед последним он уже сказал, что он помнил, что его два раза по какие-то каменюки кинули. Жители Ясной Поляны же утверждают, знают виновника в лицо. Мужчина, которого в селе подозревают в избиении, местный предприниматель. Умерший Александр работал у него на пасеке. Я спросил, кто его так убил? Сказал, что он убивал. Вроде сказала, что 300 рублей в его хрань. Так что, это убивать? По заключению судмедэкспертизы, смерть Александра наступила в результате интоксикации и обострения хронической болезни легких. В Ореховском отделении полиции на камеру ситуацию не комментируют. За кадром объясняют, вскрытие показало, смерть Александра Шутия не связана с травмами. Повреждений на теле не было. Открыть уголовное производство без заявления уже невозможно, говорят правоохранители. Громада же села уверена, Александр умер именно из-за последствий избиения. Поговорить с мужчиной, в адрес которого селяне высказывают обвинение, не удалось. Вместе с семьей он уехал из Ясной Поляны. У меня был, у женщины был. Я его женщину нечаянно сломал ногтик. Сотил меня в столб и по столбу. После нескольких инцидентов заявлять на обидчика люди боятся. Жители Ясной Поляны все же надеются, что правоохранители помогут навести порядок в их селе. Екатерина Шапка, Александр Доля, Ореховский район, ТВ5.